Продолжение следует... На мой взгляд, встреча полезная с тем, чтобы мы смогли определиться с будущим региона и со строительством отношений в регионе, прежде всего, конечно, между Арменией и Азербайджаном. Хочу сказать, что наши отношения, безусловно, остаются, были и остаются и будут союзническими во всех отношениях, мы являемся близкими партнёрами во многих международных организациях. Но и наше... Сегодня мы говорили много об экономике. Хотел бы в этой связи отметить, что, несмотря на сложный прошлый год, за январь-октябрь прошлого года, мы, несмотря на все эти сложности, увеличили товарооборот почти на 4%, на 3,9%. Всё это даёт основание надеяться на то, что мы, по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного и Карабаха, будем выходить на решения, которые пойдут, безусловно, на пользу армянскому народу, армянскому государству и на пользу нашим двухсторонним отношениям. Спасибо, Владимир Владимирович. Сегодня мы фактически весь рабочий день провели вместе. В течение больше, чем четырёх часов мы вели переговоры в трёхстороннем формате. И я очень рад, что в итоге этих переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный. Я, как сказал, я уверен в этом. Исполнение тех договорённостей, которые сформулированы в наши совместные заявления, могут серьёзно изменить экономический облик нашего региона и серьёзно превысить инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность. Но я, как уже сказал, по-моему, эти экономические вопросы затруднятся на фоне нерешения гуманитарных вопросов. И, конечно, я уже сказал, что для нас самый чувствительный, я думаю, для всех нас самый чувствительный болезненный вопрос – это гуманитарные вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обмена телами погибших. И я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы защищаете и поддерживаете эту позицию. Конечно же, ваш личный вклад в мирном процессе всегда был очень ощутим. Сейчас особенно, можно сказать, после известных событий, я надеюсь, что на фоне всех этих событий, и уверен, что отношения между Арменией и Россией углублятся. Россия был и остаётся наш главный стратегический союзник и в сфере безопасности. И нам нужно ещё и обсудить, конечно, не только будущее нашего региона, но и ту повестку, которая у нас есть в двусторонних отношениях. И я рад этой встрече и этой возможности, что мы это сегодня обсудим все. Спасибо.